Лаура, добрый вечер. Сегодня говорим о ввозе транспортных средств на территорию Казахстана. С начала декабря в стране действуют новые правила, которые усложнили процедуру завоза автомобилей. И хотя эти нормы в законодательстве отражены еще с 2015 года, ввести в действие их решили спустя десятилетия. Почему? Вы смотрите ток-шоу «Итоги». Меня зовут Сергей Гергель. И мы начинаем. Итак, с 1 декабря изменялись правила ввоза автомобилей в Казахстан как для юридических лиц, так и физических. Некоторые блогеры отмечают, что теперь рынок будет монополизирован крупными дилерскими центрами. Другие эксперты, напротив, заявляют, что это не что иное, как борьба с серым импортом. Так или иначе, но скататься за автомобилем частникам теперь гораздо проблематичнее. Физическим лицам разрешили раз в год пригонять автомобили только для личного использования. В правительстве объяснили, что ничего сверхъестественного не произошло. Просто решили привести в порядок процедуры в соответствии с действующим законодательством. Я напомню, что соответствующая информация об изменениях с декабря месяца появилась на сайте Комитета госдоходов менее чем за две недели до введения новых норм. Что теперь изменилось? Как это отразится на стоимости автомобилей для граждан? И что необходимо знать, если вы собрались пригнать средства передвижения из другой страны? Это я не только вам обсудим с нашими гостями. Предлагаю присоединиться к нашей дискуссии и вам, дорогие телезрители. Отсканируйте QR-код и пройдите по ссылке в мессенджер, где сможете написать к нам в прямой эфир. А еще можно по званию. Телефон вы сейчас видите на экране. Комментируйте и делитесь своим мнением. Я же представляю наших сегодняшних экспертов. У нас в студии Тимур Жаркенов, член правления, заместитель председателя правления НПП Атамикен. Руслан Хисамуддинов, руководитель управления автомобильной промышленности и сельскохозяйственной техники, комитета промышленности, министерства промышленности и строительства Казахстана. Артур Мискарян, гендиректор агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка. И Нуржан Биякаев, общественный деятель. Вам всем добрый вечер. Благодарю, что пришли. С нами также на онлайн связи из Семея будет Ербол Сипилов, президент Ассоциации автомобильных экспертов и аудиторов Казавтостандарт. Ербол, добрый вечер. Как слышите? Здравствуйте. Да, слышу хорошо. Мы вас тоже и слышим, и видим замечательно. Благодарю, что присоединились к нашей дискуссии. Но давайте в самом начале послушаем цитату Романа Скляра, после чего обсудим. Внимание на экран. Речь не идет о повышении ставок пошлин и налогов, как это пытаются преподнести некоторые блогеры. Мы приводим процедуры, прежде всего, технического и таможенного регулирования в соответствии с действующим с 2015 года законодательством. Руслан, почему спустя 10 лет решили все-таки привести в порядок? Ну, как Министерство промышленности мы отвечаем за техническое регулирование таможенного союза. Оно действует с 2015 года. Как согласно техническому регламенту, юрлицо, завозащее партию, либо серию, у него должна быть сертификация одобрения типа транспортного средства. Если ввозится единичное транспортное средство для личных нужд, скажем так, должен быть сертификат безопасной конструкции транспортного средства, то есть СБГТС. Мы, как упономоченный орган именно в тех регламенте таможенного союза безопасности колес-транспортных средств, дали разрешение Министерству финансов, чтобы привести в порядок именно ввоз именно транспортных средств на территорию Казахстана и вообще в рамках ЕС. Потому что у нас соседи, мы же понимаем, что у нас таможенный союз, есть Российская Федерация, Белорусы, Киргизы, все действуют по единой методике и правилам. И эту единую методику и правилам нужно в соответствии с законодательством ЕС ее приводить. Почему спустя 10 лет? Ну, я не могу комментировать наших коллег из Министерства финансов, почему это так. Но мы, как бы сказать, со своей стороны... Ну, вы им из года в год говорили, что нужно, нужно, нужно. И они только сейчас опомнились, да, получается, или как? Ну, сейчас мы начали уже непосредственно громко говорить, можно сказать, об этом. Потому что мы же все знаем то, что имя. Было поручение головы государства, да, о сером ввозе. В рамках исполнения мы приняли ряд нормативных правовых актов. Было постановление правил ввоза, да, транспортных средств на иностранном учете. Теперь мы, когда начали смотреть именно проблемы с сертификацией, да, грузовые машины с евро-2, с евро-0 начали завозиться в Казахстан, да, и здесь присутствует, да, мы понимаем то, что если это евро-0, это первая экология, это не соответствует требованиям безопасности, ладно еще это. Но мы же знаем, когда вот, помните... Как они завозились? Помните... Извините, прошел. С Китая. Понятно, как они завозились через границу? Ну, через границу получали свидетельств безопасности конструкции транспортного средства для личного пользования и заезжали к нам в Казахстан, скажем так. Также, помните, у нас вот с учетом геополитической ситуации с Российской Федерацией, да, произошло, что Российская Федерация стала недополучать определенные компоненты. Эти компоненты отразились на их производстве. То есть они начали, машины их не соответствуют требованиям технического регламента. Они у себя приняли национальный стандарт. Начали выпускать в рамках национального стандарта свои машины. Но эти машины не сертифицированы в рамках ЕС. Они, то есть, не должны попадать на территорию Казахстана. Ну, эти даже случаи, когда наши граждане, не зная этого, покупали в Российской Федерации ту же «Газель», ту же «Ниву», завозя сюда и уже испытывали проблемы с постановкой на учет. Потому что наша система, когда они приносили сертификат... Что сейчас, хорошо, давайте так, что сейчас поменялось? Сейчас мы все приводим, грубо говоря, мы обеляем рынок в целом. Мы понятные правила для всех вводим. То есть до 1 декабря это было непонятно, кто как договорился и мог ввести. Я правильно понимаю? Перебиваю, здесь еще упущен важный момент. Грузовая техника из Китая плюс ко всему, что было сказано Русланом. Но вы ставите очень правильный вопрос, Сергей, по поводу того, каким образом они там, грубо говоря, пересекали границу, эти машины. Ну да, если стандартный... Смотрите, вопрос, на самом деле, очень справедливый, разумный. И я попробую объяснить. Дело в том, что... Я примерно понимаю сейчас, в какую сторону кованите. Дело в том, что, в частности, например, с грузовиками из Китая, например, или с какой-то другой техникой, физлицо перевозит автомобиль. И при этом на границе устанавливает муляжи фильтрующих элементов для выхлопной системы, например, для топливной системы. Просто это особенно ярко выражено с дизелями. Например, ставят там, грубо говоря, макеты, игрушечные системы от Блю, которые, на первый взгляд, система стоит в автомобиле, соответственно, значит, автомобиль подпадает под евро-4 или евро-5 с виду. Но это не всегда, скажем так, проверяется должным образом, не всегда выясняется, что сейчас на границе мы имеем дело с макетом. А в итоге автомобиль, который по факту евро-0 или в лучшем случае евро-2, вот с таким вот муляжиком пересекает границу, потом муляжик снимается, выкидывается, и, соответственно, автомобиль продается по заниженной стоимости, а она занижена по понятным причинам, как бы. Потому что, да, автомобиль не соответствует техрегламенту. На границе это нельзя никак проверить? Ну, смотрите. Даже по выхлопам могут проверить или нет? Для этого необходимо оборудование, для этого необходимы специальные стенды. И здесь, смотрите, какое дело. Есть лаборатории, которые занимаются выдачей тех же сертификатов. Да, и в этом смысле к некоторым лабораториям, к сожалению, тоже есть вопросы. Да, затем я попробую ответить на вашу реплику относительно того, что вот изменилось, почему мы только сейчас за это взялись. Смотрите, история, на мой взгляд, простая. Если там, по мнению коллег, я не прав, то, может быть, меня поправит кто-то. Дело в том, что мы иногда упускаем важный момент. Вот вся эта история, она крутится, по сути дела, вокруг серого импорта. Почему это важно? Потому что с 2022 года у нас объемы серого импорта резко выросли. Почему? Тоже история, на самом деле, очень простая. Мы, с одной стороны, стараемся у себя в стране на протяжении уже определенного количества лет развивать машиностроение и автомобильную промышленность. Но, с другой стороны, мы базово весьма и весьма лояльны по отношению к импорту. В том числе и наши регуляторы, и в том числе и наш МПС весьма лояльны по отношению к импорту, на мой взгляд. Это одно. Второе. В 2022 году, как мы помним, эта наша с вами лояльность к импорту была повышена за счет того, что были пересмотрены ставки таможенно-тарифных инструментов. И в итоге это создало предпосылки для этого самого серого импорта. Затем, в 2023 год, ситуация продолжилась и даже усугубилась. Почему? Потому что многие российские предприятия встали на паузу, которые обеспечивали, кстати, не только российский рынок, но и рынок стран СНГ, и рынок даже некоторых стран Восточной Европы. И, соответственно, стала проявляться такая своеобразная предпринимательская активность со стороны определенной части населения, которые начали заниматься импортом автомобилей. И здесь ведь, ну, на самом деле, как к таковому импорту вопросов же нет. Мы же с вами, еще раз повторюсь, к импорту весьма лояльны. Хорошо это или плохо, наверное, это может быть вопросом следующей программы, как вариант. Но в итоге мы что имеем? Мы имеем то, что вот весь автомобильный рынок у нас в прошлом году, это 200 тысяч новых автомобилей, которые завезены в нашу страну абсолютно прозрачно или выпущены в нашей стране. И с соблюдением там всех тех регламентов, всех процедур абсолютно, но при этом больше 100 тысяч автомобилей были завезены по схеме так называемого серого импорта из разных стран. И вот эти 100 тысяч надо очень четко для себя... Артур, а что мы подразумеваем, когда мы говорим, что серый импорт... А я как раз сейчас об этом и хочу сказать. Дело в том, что когда мы имеем дело с серым импортом, мы имеем дело, во-первых, с нарушениями тех регламента, с нарушениями экологических требований. Во-вторых, мы имеем дело, ну, вежливо говоря, с халатным отношением по отношению к фискальной ответственности в нашей стране. Я имею в виду, что те, кто этим занимаются, ну, они попросту избегают там уплаты некоторых налогов. Почему? Потому что они завозят как физлицо, завозят там были случаи, если память не изменяет, там один человек завозил по 700-800 автомобилей, такие случаи были. Вот как раз давайте послушаем, вот необходимость, как, так сказать, ввести в действие нормы 2015 года, аргументировал министр промышленности и строительства Казахстана. Внимание на экран. Я просто приведу два факта. В 2023 году у нас были случаи, когда один человек взял 793 автомобиля. 34 человека у нас завезли более 100 автомобилей. То есть по всем признакам они занимаются предпринимательской деятельностью. Ну, по сути, хорошо. Сейчас то, что мы ввели нормы, что, как они влияют на ввоз того же импорта? Только на новые автомобили, согласитесь? Смотрите. Которые не старше трех лет. Смотрите, история в чем? Причем, опять же, важно понимать, никто не запрещает завозить автомобили старше трех лет или там младше трех лет. Нет никаких проблем с этим. Тем более, если вы завозите их для личного пользования, для себя. Здесь, кстати, разрешите, я небольшое отступление сделаю. День мне очень мало просто. По разным причинам там разные деятели у нас стали высказываться на тему того, что как это так, один автомобиль на человека в год, что за ужас там и все прочее. Ну, смотрите, у нас в двух ключевых для рынка ценовых сегментах, это от 5 до 10 миллионов тенге и в сегменте от 10 до 20 миллионов тенге стоимость автомобиля. Вот в этих двух ключевых сегментах цикл первичного пользования автомобилем, ну, то есть человек купил и ездит первый владелец, 3-5 лет. Соответственно, для подавляющего большинства потребителей нет никакой проблемы в том, что можно завести только один автомобиль в год для себя. А тот, кто, во-первых, хочет, а во-вторых, может себе позволить по каким-то причинам каждый год менять автомобиль или там два раза в год менять автомобиль, ну, извините, этот человек, скорее всего, равнодушно отнесется к... По этому же, согласно этому же документу, то есть по автомобилю старше 3-х лет можно заводить без каких-либо ограничений. Если я не прав, то поправьте меня. Да, совершенно верно. Если я физлицо, то есть я могу, разницы не имея значения, машина какого угода, я ее могу для собственных нужд завести. Я об этом не говорю. Нет, если она старше от 3-х лет, то есть я сколько хочу, могу заводить, правильно же? Нет, одна машина, потому что есть приказ Министерства финансов, не для предпринимательства, это только одна машина в год. Есть такой приказ, который утвержден действием. Да, вот, понимаете, у меня сейчас есть документ, я вот сейчас зачитаю, что, то есть без ограничений, то есть ставки до 3-х лет, это 54,48%, да, вот эта пресловутая ставка от стоимости автомобиля до 3-х лет для физических лиц, растаможка, да? И от 3-х лет тоже. От 3-х лет там уже что для физических, что для юридических лиц начинается одна ставка, то есть 1,5 евро за 1 кубический сантиметр от 1000 кубических сантиметров, до 1000 вернее. Ну и там она начинает потихоньку повышаться. То есть на этом все различие заканчивается. Смотрите, единственное, единственное, что меняется в истории с автомобилями старше 3-х лет, то есть это то, что как физлицо, так и юрлицо на автомобиль получает уже не ОТТС, а СБКТС. Да, ну все, да. И сколько хочешь, столько завози. Смотрите, если мы имеем дело с физлицом, то один автомобиль в год. То есть это не обсуждается, да? Давайте мы юрбола подключим. Юрбол. Да, да, слушаю вас. Вы слышали, вы как, согласны или нет вообще, то есть вот с этими нововведениями? Да, конечно, согласен, потому что в целом в рамках мониторингов, в рамках совместного досмотра государственных органов и непосредственно на границах на сегодняшний день выявляется очень много мошеннических дел. Когда те или иные юридические лица, да, возят автомобили под физическими лицами и используют чужие документы, как Руслахи Самудина сказал, одобрение типа транспортных средств ОТТС. Используют его как свой. То есть в этой части очень много сейчас мошеннических дел появляется, а также в ВОЗ транспортных средств, вот как отметили, более там около 800 автомобилей на одно лицо, да, это все уже явные признаки целого предпринимательской деятельности. И мы понимаем, что в целом норма уже была принята давно, но сейчас как бы начинает только реализовываться государственные органы. Но на ваш взгляд, почему тогда вот налоговая бездействует? То есть это же не то, что непрозрачные какие-то схемы. Если у нас министерство говорит об этом, значит, они есть эти данные в системах. Почему здесь не действует тогда, ну, я не знаю, финансовая полиция, налоговая? Тут нужно провести очень большую работу, провести расследование, подходить к этому уже комплексно. А, то есть поэтому и бездействуют? Расследовать не хотят? По-моему, этот, если можно, да? Да, да. По-моему, у вас будет дело, это же не проблема, самое главное, чтобы факты были действительно, да? Ну, если на одного человека факт, то есть 739 автомобилей. Если, допустим, так заявил, наверняка он эти факты знает, возможно, кого-то даже имеет в виду, скорее всего. Единственное, знаете, вот в этой схеме у меня вопрос больше возникает, что, скорее всего, сейчас наши фискалы пытаются как-то догнать, скорее всего, увеличение поступлений. Вот вы сейчас только что сказали же ставки 54-48. Да. От стоимости. Это на новые автомобили. Ну, это же совсем неподъемные же ставки. Это получается единая ставка, туда включенный МДС, это единая таможенная ставка. Если мы говорим, как раньше, это была только таможенная пошлина 15% и ДС 12%, то если для личного пользования, да, от 48% и выше, да? А почему предпринимателя можно 27% завозить? Ну, как вам сказать предприниматель, если он вписан, он официальный представитель. Если я... Он 15% платит таможенную пошлину и 12% интересов. Но он солидарной ответственностью у него, как... Вот есть завод-изготовитель, который выпускает транс-средства, он несет солидарную ответственность с этим заводом-изготовителем. Он отвечает за везенное транс-средство. Если что-то случится с этим транс-средством, есть кому обратиться. То есть это то юрлицо в Казахстане, да? В смысле, он гарантийным обслуживанием занимается? Ну, если что-то... Не только гарантийным. Не только гарантийным. Позвольте... Да, да, я вам... Да. Да, тут не только гарантийные, это согласно техническому регламенту, юридическое лицо несет солидарную ответственность за безопасность транспортного средства с иностранным изготовителем. Иностранный изготовитель назначает каждому государственному члену ЕАЭС своего представителя, который несет солидарную ответственность. И тут именно идет про безопасность транспортных средств. В части вот очень большая путаница, да? Вы говорили, что-то эти 45%, да, там НДС, либо 15%. Здесь нужно разграничить по юридическим лицам, а также физическим лицам. Если мы говорим про физические лица, это однозначно большие ставки. Почему? Потому что физические лица должны завозить для личного пользования. А таможенная процедура для личного пользования, она предусматривает именно такую ставку. Юридические лица, которые завозят именно по одобрению типа транспортных средств, то есть, как говорится, официалы, да? Юрбун, а ты не попахивает лоббизмом просто? Не забывайте, что в случае с юрлицами там же включаются еще другие. И КПН, и прочие налоги. НДС. Я понимаю, но они не продают нам с накруткой, правильно? А когда я привожу, я все эти риски беру на себя сам, правильно же? Ну, если логически помыслить. То есть, если я пригнал себе автомобиль, купил его там, ну, будем говорить в Китае, да, и пригнал сюда. То есть, все гарантийные риски, что-то случилось и получил. Сертификация ответствия, да, то есть, транспортного средства. Я беру все остальные риски на себя уже, правильно же? Смотрите, когда мы имеем дело с официальным импортером, надо понимать, что он, во-первых, имеет лицензионное соглашение с головным офисом бренда. Соответственно, вот вы говорите о накрутке, там нет какой-то, скажем так, свободы действий в накрутке. Почему? Потому что завод-изготовитель обозначает определенный коридор для дилера, да, и как бы на этом все. Плюс еще, здесь включается КПН, как я уже сказал, здесь включается НДС на импорт, и здесь включаются рабочие места, соответственно, и там уже другие обязательства налоговые. Это и есть НДС на импорт или нет? Коллеги тоже скажут. 15% таможенная пошлина и 12% НДС, это на импорт. 12% НДС, да. То есть, получается, всего 27%. С нас, как с участников, 48%. Давайте, может быть, Тимура подключим, он как-то стоит, отсмалчивается. Давайте, может быть, заступитесь за предпринимателя. Очень интересно, сейчас прецедент сформировался. На самом деле, практика была одна, в течение, как вы сказали, десятилетия. При этом нормативы, на самом деле, действительно никакие не изменились. Единственное, что было, некие обращения от министерств, которые разъяснили некое толкование, якобы, которое с 1 декабря будет уже вводиться. Что якобы? Ну, дело в том, что мы сейчас еще посмотрим, как все это будет работать, потому что там идет наслоение нескольких нормативов друг на друга, которые регулируют, по сути дела, одну и ту же деятельность. Те вопросы, которые вы задаете, дело в том, что есть единые таможенные тарифы, это раз, есть тарифы ВТО, это два, и есть специальные тарифы для личного пользования, по товару личного пользования, это три. Вот, 48 и 50 и так далее, которые вы говорите, это как раз для личного пользования, но при этом никто не отменял тарифы, которые действуют по ИТТ и которые действуют по ВТО. Там какая суть? Если ПВТ мы везли, они, как правило, меньше эти тарифы, то мы не можем распространять эти, скажем так, автомобили. Вы сейчас говорите про то, что если бы я завозил транспортное средство как товар, да? Именно. И декларировал его как товар. То есть, видите, тут на самом деле мне очень интересно будет наблюдать, как вся эта практика будет сформирована дальше. Потому что сейчас нормативы не были, сейчас некое трактование изменилось. А вот как это все будет работать на практике, это сейчас как раз все мы увидим. Тимур, насколько я законно, я как частное лицо везу для себя транспортное средство и растамаживаю его как товар? Дело в том, что это не запрещено. Но это же товар, я буду... Смотрите, дело в том, что... То есть, априори предполагать, что я буду продавать, а я частное лицо. Видите, в чем дело, вот сейчас в чем коллизия сформировалась. Дело в том, что есть общие требования к товару, это раз, но при этом есть уточнение для личного пользования, это два. Товара для личного пользования. Там только одна норма, которая на практике действовала в течение всего этого времени. Для электромобилей там ставка ноль. Когда ты вводишь электромобили по ставке ноль, то ты, как правило, опираешься на именно вот эти требования для личного пользования. А, как правило, то, что вы говорили, раньше были там 0,5, если, допустим, евро, если по ставкам ВТО, 2, ну, с копейками, евро, если за 1 кубичный сантиметр, если по правилам ИТТ и так далее. То есть, вот эта разница, она как бы существовала и раньше. Единственное, почему-то, по каким-то причинам, одни нормы используются одних тарифов, другие нормы используются в других случаях, и третьи нормы используются для бизнеса, который прозрачен. Тут, видите, как, ну, действительно, это очень любопытный факт сейчас сформировался, прецедент как таковое. Я тут, видите, Национальная палата предприниматель однозначно всегда за белый прозрачный бизнес. Ну, да. Тут необходимо четко расставить акценты. Да, действительно говорят, что вот тут, почему лоббирование крупного бизнеса, там, малый бизнес, определенные противопоставления сейчас сформироваются. По факту, да, мы видим, исходя из того, что это очень многих людей заинтересовал данный вопрос. Но тут я бы хотел обратить внимание, просто про которое, наверное, не все знают. Процедура ОТТС, она достаточно трудоемкая и продолжительная. Она занимает полтора-два года и так далее. И это достаточно другой процесс. Если, допустим, СБКТС, это упрощенность, тем она изначально планирует для того, чтобы работали именно с физическим лицем, личное употребление. Но когда под эгидой личного употребления, ну, действительно, возникает определенный вопрос, почему такая определенная несправедливость, если белый бизнес, который хочет соблюдать закон, к нему, там, строго по закону все, а для, когда, скажем так, определенные манипуляции делались, тогда почему-то были определенные, ну, скажем так, закрывали глаза. Дело в том, что еще один момент есть. Есть определенные требования по ОТТС. Там есть определенный перечень юридических лиц, которые имеют право завозить в рамках этого ОТТС. Официальный дилер, да, я так понимаю? На самом деле, любые представители, которые будут обозначены в ОТТС, как правило, это официальные дилеры. Но, на самом деле, ну, если совсем по-честному, да, это пункт 1, где вот этот перечень указан. Есть пункт 2, на самом деле, где указаны несколько иные требования. То есть могут быть и третьи лица, на самом деле, указаны там, которые самим заводным изготовителям будут указаны. Вот, там определенный механизм заверения и так далее есть. То есть я к чему веду? Во-первых, да, лично мы, как нас, считаем, что должно быть все строго по закону. Если есть требования закона, они должны соблюдаться. Все налоги, которые должны быть, они должны платиться. Левые схемы, в кавычках, да, все-таки они не должны быть. Даже если какая-то практика была, наверное, действительно необходимо прекращать. Почему именно с 1 декабря? Это, конечно, большой вопрос. Как все будет работать, не очень понятно. Но при этом мы считаем, ну, чуть несправедливо, когда 10 лет закрывали глаза, и тут бак, приехали. То есть у вас там говорят о том, что будут новые правила. Не новые правила, а новые старые. Да, но при этом, при этом, в целом, мы считаем, что это кодидически неправильно, когда закон есть, и при этом его все, кому не лень, не соблюдали. Это, наверное, тоже неправильно. То есть вот эти моменты, снова же, их норматив достаточно большое количество. Плюс ко всему, тут еще наслоился механизм. Сейчас введем формат на логистический контроль со стороны ЕКТРМ. То есть вот эти сертификаты, которые выдаются, там должна быть проводиться проверка. Ну, мы все знаем, что, честно говоря, проверки... Ну, это, я так понимаю, что БКТС, да, вот этот транспортное средство? Да, СБКТС, чтобы получить. Сейчас формат на логистический контроль. Раньше была одна система, сейчас перевели на ЕКТРМ. Это другую платформу. СБКТС, вот этот сертификат получить, грубо говоря, это такая формальность? Или нужно прям привозить туда свой автомобиль, чтобы его посмотреть? Два было механизма. Первый механизм – брали ОТТС действовать, ну, допустим, какая-то компания ОТТС имеет, брали эту копию, прилагали на растаможки и каким-то образом ее использовали. Второй механизм – делали якобы СБКТС. Тоже какие-то непонятные схемы были, когда использовали какие-то, ну, СБКТС, которые непонятные причины откуда-то там появились. Вот, сейчас выходит как? ЕКТРМ ввел, с ноября месяца введена новая система, согласно которой идет формат на логистический контроль, чтобы эти испытания действительно были. То есть, действительно, каждую машину, которую привезет частник, чтобы получить сертификат, он будет привозить его на тест? Да, именно. То есть, оно как бы должно быть, по идее. Дело в том, что в порядке вещей лаборатория, выдающая сертификат, ну, грубо говоря, должна нести ответственность за выданный сертификат. Вот и весь вопрос. Здесь еще, знаете, очень такой важный момент. Наверное, если бы с нами сейчас были представители Министерства внутренних дел, они бы наверняка пояснили одну очень важную вещь. Периодически это ведомство публикует сообщение о том, что в разных регионах иногда сотни, иногда тысячи человек обращаются с тем, что их автомобиль вдруг оказался, например, в базе Интерпола. Или, ну, по каким причинам. Либо он там был, вдруг он был объявлен, что как числящийся в угоне, либо он был под залогом, как оказалось, внезапно в банке. И здесь вопрос у меня, например, очень простой, наверное, ко всем. Вот как, на ваш взгляд, эти автомобили попали? Они как раз в нашу страну попали по каналам так называемого серого импорта. Дело в том, что далеко не всегда происходит так, что к моменту пересечения границы этот условный автомобиль уже находится в розыске где-то за рубежом. Условно в Соединенных Штатах. Зачастую бывает так, что за определенное время автомобиль успевает пересечь границу, на него оформляются все необходимые документы. А затем, спустя некоторое время, в условно тех же Соединенных Штатах, он объявляется в розыск. И, соответственно, автовладелец здесь, в Казахстане, на каком-нибудь стационарном посте, например, сталкивается с тем, что его останавливают. Почему? Потому что автомобиль в базе. СБКТС как это будет влиять? Смотрите. Дело не в том, что СБКТС как-то влияет и прочее. Дело в том, что вот этот канал серого импорта, он включает в себя в том числе и вот такие автомобили, которые, как я уже сказал, в разных регионах, в буквальном смысле партиями периодически они возникают. То есть, основное введение как-то ограничить нас или нет от этого? Смотрите. Дело в том, что если мы говорим о том, что физлицо будет возить один автомобиль в год для личного пользования и это будет контролироваться, в этом случае мы будем четко понимать, что, во-первых, не будет такой массовости у этого явления. Нет, но он завез автомобиль, объявили его там розыск. Да. Ну и что? Ну, смотрите. Как минимум, у нас не будет массовый такой характер носить это явление. Сокращение просто. Да, потому что сейчас... Ну, как-то так это поднадумано, по-моему. Смотрите, это ни разу не поднадумано. Я именно поэтому говорю, что было бы здорово, если бы с нами сейчас были представители МВД, потому что... Я понимаю, что такие схемы существуют и могут. Потому что это буквально вопрос тысяч автомобилей в разных регионах. У меня самый главный вопрос, потому что очень мало времени осталось, как это отразится на рынке, то есть для нас, для граждан, что нам ждать? Подорожает машина или нет? Потребитель отвечает вопрос. Смотрите, у меня вообще основной вопрос, наверное, больше к Минфинам. Почему министр промышленности говорит не свою курируемую тему о том, что завозят и где фискальная политика. Мне кажется, здесь сейчас просто очнулись у нас... А он не говорит, где фискальная, это я сказал. А, вы сказали. Я так понимаю, что сейчас цель ставится именно по этому рынку, как-то пополнить бюджет. Мне вообще непонятна ситуация, это действительно беспрецедент, как это у нас закон, допустим, условно 10 лет действовал, но якобы эти нормы вступают только и не соблюдают. Вы сейчас ожидаете, подорожает машина или нет? Они могут подорожать. Я услышал ставки, налоговые ставки на ВОЗ. Я считаю, что однозначно машина завезенная, она для меня, как для покупателя, уже будет золотая. Артур, очень коротко. Смотрите, я вам скажу так, если мы имеем дело с импортными автомобилями, то как минимум на фоне макроэкономической ситуации, на фоне ситуации на валютном рынке, они, конечно, будут гораздо более чувствительны в цене, если их сравнивать с теми автомобилей. Нет, но есть макроэкономическая ситуация, и если мы говорим об импортных автомобилях, то да, они очень чувствительны к тому, что у нас происходит на валютном рынке. Понятно. Если мы говорим о тех автомобилях, которые в стране локализованы, то там в зависимости от разных брендов, часть стоимости этих автомобилей, она образуется здесь у нас в стране, поэтому они менее чувствительны. К сожалению, время подошло к концу.